Проект «Читай быстро» представляет. Главное из книги Маркуса Бакингема. Сначала нарушьте все правила. 10 основных фактов. Не забудьте подписаться на канал и шарахнуть по колокольчику, а мы начинаем. Факт номер один. Талант с рождения. Маркус считает тезис о том, что сотрудников можно обучить любым обязанностям путем мотивации, ошибочен. Руководитель мыслящий таким образом путает предрасположенность с навыками и знаниями. Человек обладает талантом с рождения, в то время как навыки приобретаются с опытом. Атмосферу на работе формирует непосредственно начальник. Эффективность труда подчиненных прямо связана с атмосферой на рабочем месте. Чтобы человек продуктивно работал, нужны комфортные условия. Начальник задает атмосферу. Он доносит подчиненному ожидания, вкладывает собственные силы и время. Факт номер три. Попробуйте поменяться местами. Чтобы мотивировать персонал на продуктивную и слаженную работу, необходимо понимать подчиненных. Книга рекомендует менеджеру представить себя на месте сотрудника, определить, на каком этапе пути он находится и сделать правильные выводы. Путь на вершину горы. Когда вы устраиваетесь на новую работу, вы начинаете свой путь. Восхождение на вершину. По пути вас будут одолевать вопросы, что я получу, что я могу дать, стану ли я своим. Хороший руководитель помогает найти ответы на эти вопросы. Факт номер пять. Заглядывайте внутрь. Основная задача руководителя – увидеть скрытые способности подчиненного, помочь их развить и направить в коммерческое русло для получения прибыли. Управленец является посредником между талантом сотрудника и миссией компании. Ключи к раскрытию потенциала. Управленцу следует чувствовать баланс между жестким контролем и предоставлением свободы. Некоторые задачи сотрудник может эффективнее выполнять, используя собственные подходы. Основных ключей четыре, вы найдете их в текстовой версии этого обзора по ссылке в описании. Все люди разные. Успешные руководители знают, что у каждого человека свое мироощущение, мышление и способы взаимодействия с окружающей средой. Вместо того, чтобы адаптировать человека под должность, нужно сразу подбирать подходящего кандидата. Восьмой факт. Талант меняет взгляд на мир. От талантов, которыми обладают, личность зависит мировоззрение. Внутреннее естество человека неизменно. Управленцу нужно помочь отыскать скрытые предрасположенности сотрудника, научить беречь их и использовать во благо компании. Фокус на результат, а не на действие. Вместо предоставления пошаговой инструкции выполнения задачи, эффективные менеджеры доходчиво объясняют ожидания. Основная цель в бизнесе – результат. Десятый факт. Повышение как способ раскрыть таланты. На повышение или смену должности должны идти абсолютно все сотрудники, которые не смогли полностью реализовать потенциал на имеющейся позиции. По ссылке под этим видео можно найти текстовую версию обзора книги «Сначала нарушите все правила». Подписывайтесь на канал, шарахайте по колокольчику. Слушайтесь маму и читайте книги вместе с «Читай быстро».